Здравствуйте, ребята! Сегодня мы разбираем задачи ЕГЭ профильного уровня, а именно 15-я задача. Начнем с рациональных неравенств, точнее, дробно рациональных. За эту задачу по критериям последние несколько лет дается 2 балла. Значит, 2 балла максимальное количество можно получить, если задача решена верно. Ну, 15 задачи обычно дается неравенство какое-то. В последние годы это были или логарифмы, или показательные неравенства. 2 балла, если все верно решена задача. 1 балл. Возможны варианты. Первый вариант – это допущена одна вычислительная ошибка при решении задач. Например, что вы понимаете под вычислительной ошибкой? Это ошибки, связанные с арифметическими действиями. Это сложение, умножение, вычитание и деление чисел. Вот подчеркиваю, что действие над числами. То есть, если ошибка допущена в действиях над выражениями, это уже не вычислительная ошибка. Поэтому, вот если задача решена с одной вычислительной ошибкой, соответственно, уже ответ не тот и не тот промежуток, то такая задача оценивается в 1 балл. Ну, подчеркиваю еще раз, что ошибка должна быть одна. Уже 2 вычислительные ошибки, уже все, это 0 балл. И 1 балл ставится еще в одном случае, если потеряна какая-то точка. Это может быть отдельно изолированная точка, вот вы его не заметили и не включили в ответ. Либо в ответе, допустим, скобка должна быть квадратной, то есть, граничная точка входит в ответ, а у вас круглая скобка. То есть, точку вы потеряли, это вот 1 балл. Остальные случаи дном баллов оценивается. Самый опасный случай, это когда, вот, опять-таки, перепутали скобки, вот скобка должна быть в ответе круглая, то есть, точка конкретно не входит в ответ, а вы поставили квадратную. То есть, в методе интервалев либо перепутали, либо изначально ограничения какие-то не учили. То, вот, в этом случае ставится 0 баллов. Вот. Теперь сначала рассмотрим дропно-рациональное неравенство. Пару примеров. В чистом виде таких задач в ЕГЭ последние годы их не было, но в большинстве случаев любое неравенство, фактически, сводится к решению дропно-рационального неравенства. Поэтому, вот, рассмотрим сначала дропно-рациональное. И типичный пример. Вот, решить следующее неравенство. Вот, пример неравенства. Значит, общий алгоритм решения следующий. Вот надо привести к общему знаменателю и в конце применить метод интервалов. Ничего сложного нет, но, как показывает опыт проверки работ учеников, ошибка допускается вот именно в методе интервалов. Либо он некорректно применен, либо не метод интервалов, а что-то новое, совершенно неизвестное нам метод какой-то применен. Поэтому, вот, рассмотрим типичные примеры решения. Вот, как бы я решал и считаю, что вот наиболее такой рациональный способ. Сразу, вот, в таком виде приводить к общему знаменателю нежелательно. Ну, можно, конечно. Но, вот, если вот катис приводить сразу же, то в числителе мы получим, там, многочлен больше, чем второй степени. Там, третья, четвертая степень может получиться. Если вы хорошо умеете раскладывать на множители, ну, можно там выкрутиться. Если вы не умеете этого делать, тогда все, там вы просто застрянете. Поэтому рекомендую сначала, вот здесь квадратичную функцию, и вот здесь квадратичную функцию предварительно разложить на множители. Во многих случаях это бывает очень полезно. Ну, допустим, вот, размножим первый на множители. То есть, как мы это делаем? Мы пишем уравнение, находим корни этого уравнения. Вот, как умеете, так и находите. Можете дискриминантом найти, можете теоремой Вета найти. Вот, как умеете. Ну, теоремой Вета подберем корни. Значит, допустим, 2 и 4 вроде подходят. Значит, произведение равно 8, сумма должна быть 6. Все, удовлетворяем. Все, по теоремой Вета мы нашли корни. То же самое здесь. Либо дискриминантом, либо теоремой Вета, либо как-то еще. Вот, значит, проверим корни. Итак, единица и двойка. Произведение 2 в сумме мин тройка. Все удовлетворяем. Поэтому, зная корни, размножим на множители. Значит, что мы получаем здесь в числителе? Значит, x минус корень. x минус корень. И хочу обратить внимание на то, что вот здесь у нас перед x квадрат стоит по умолчанию коэффициент единица, поэтому здесь перед скобком мы ничего не ставим. Типичная ошибка, когда вот перед x квадрат стоит не единица, а что-то, и вот этот коэффициент забывают просто писать, и, соответственно, уже не то уравнение или неравенство получается. Так, здесь разложили минус 4x квадрат минус 3x. Так, здесь сквозь, значит, x минус первый корень, x минус второй корень, меньше либо равно 0. Вот, разложили. Теперь что мы видим? Мы видим, что у первой и второй дроби есть одинаковые множители x минус 1. Вот, как раз это нам заметно упростит задачу. Значит, общий знаменатель x минус 1, x минус 2. Соответственно, значит, сюда идет у нас x минус 2, сюда пойдет единица. Пишем следующее, умножаем, x минус 2 получим в квадрате, x минус 4 минус. Вот еще одна ошибка, которая, ну, вроде бы, как бы, мелочь, но вот все равно допускают ученики. Вот здесь стоит минус перед дробью. Это означает, что минус – это общий. То есть это минус не только x, а общий числитель. Поэтому вот здесь мы должны поставить скобки. x минус 4 меньше либо равно 0. Вот, как бы, вроде бы досадная ошибка, но на этой ошибке многие попадаются. Вот, теперь, дальше, опять-таки, неправильный подход у многих. Начинают сразу же вот здесь, не думая, не глядя на общий вид, в квадрат возводят, начинают раскрывать скобки и собирать подобные. Ну, можно так решить, но, опять-таки, мы получим какой-то сложный многочлен в числителе. Можно, надо сразу подумать, а нельзя ли упростить? То есть, как бы, золотое правило при решении задачи – это вот, если что-то можно упростить, надо упростить. Значит, что видим? x минус 4 можно вынести за скобки. Выносим. Остается x минус 2 в квадрате минус 1. Ну, когда выносят за скобки множители, ну, хотя, вроде, ученики уже взрослые, но все равно допускают детские ошибки. Например, вот, когда мы здесь x минус 4 за скобки убрали, вот здесь остается единица. Вот, у некоторых вот эта единица просто пропадает куда-то. Они думают, что вот раз мы x минус 4 убрали, тут вместо него ничего не остается. Вот, опять, тофи, вот, встречаются частенько. Теперь дальше. Вот эту скобку дальше надо разложить на множители. Ну, опять-таки, могут быть какие варианты? Ну, если, опять-таки, не думать, можно возвести в квадрат, собрать подобные, получить квадраточную функцию. Она уже проще. Ее можно дискриминантом, либо теремом, либо это дальше разложить на множители. Второй вариант, более такой рациональный, это когда мы видим, что это разность квадратов, на самом деле. То есть, нужно здесь написать, что это единица в квадрате и а квадрат минус b квадрат на две скобки. Раскладываем. Значит, x минус 4. Так, значит, первая скобка получается а, x минус 2, b единица. Значит, а минус b, то есть x минус 2 минус 1, и а плюс b, x минус 2 плюс 1. Разделить, так, x минус 1, x минус 2. Вот знаменатель мы не перемножаем. Вот многие, опять-таки, начинают перемножать скобки, писать в виде квадратичной функции и так далее. Этого делать не надо. Так, здесь собираем подобные. x минус 4, так, x минус 3, здесь x минус 1. Все, числитель разложили полностью. Так, и знаменатель x минус 1, x минус 2. Все. На этом месте уже, вот в обычных случаях, можно применять сразу метод интервалов. Но у нас, как бы, случай не совсем обычный. А именно, я специально подобрал такой пример, чтобы вот был именно этот эффект. Что мы видим? Мы видим, что есть одинаковые слагаемые и в числителе, и в знаменателе. Это функция, то есть это не константа. Поэтому вот у многих возникнет желание сократить. Это правильное желание, потому что вот если что-то можно упростить, надо упростить. Но в данном случае, вот мы имеем функцию, а вот когда мы делим на функцию, там могут быть проблемы. Давайте вот сократим, перепишем то, что останется, и подумаем, а что вот получили в итоге. Так, x минус 2. Вот теперь сравнивать два выражения. Подумаем, а равносильно ли эти выражения или нет. Что исчезло? Исчезло выражение x минус 1. Это выражение стояло, в частности, в знаменателе. Раз оно стоит в знаменателе, значит оно не должно быть нулем. Иначе деление на 0. А здесь его нет. Как бы x минус 2 есть на месте, да, x не равен нулю автоматом, оно осталось. Вот это исчезло. Поэтому вот это и вот эти выражения, они не равносильны. То есть тут есть ограничение x не равно 1, тут его нет. Мы должны как бы получить равносильные неравенства. Поэтому здесь мы сами должны написать, что x не равно 1. Потому что это ограничение было и пропало. Поэтому, чтобы его не потерять, вот сюда добавим и систему. Сначала решим методами интервалов это неравенство, потом из ответа уберем эту точку, если она будет попадать. Значит, как решаем методами интервалов? Ну, находим нули числителей и знаменателей. То есть это x равно 4, x равно 3, x равно 2. Рисуем интервалы. Отмечаем эти точки. То есть, опять-таки вспоминаем, что вот двойка стоит на знаменателе, ее рисуем в любом случае выколотой. Вот двойка выколотаем. Теперь тройка и четверка, они стоят в числителе. Вот их рисовать надо в зависимости от неравенства. Неравенство не строгое, значит их рисуем мы закрашенными. Вот. Тройка. Четверка. Пока единичку не отмечаю и получаю следующий промежуток. Ну и теперь нам надо достаточно определить знак в одном из промежутков. Ну вот, допустим, возьму где-то вот отсюда значение. Ну, возьму пятерку. И подставлю сюда. Вот что мы получаем. Здесь знак плюс будет, здесь плюс, здесь будет плюс. Все три плюса, значит в итоге знак будет плюс. А дальше мы просто проверяем, при переходе через соответствующую точку, вот это выражение у нас поменяет знак или не поменяет. От чего зависит это? Все это зависит от степени наших скобок. Вот все скобки у нас по умолчанию здесь стоят в первой степени. Степень нечетная. То есть нам надо понимать, что это либо четная, либо нечетная степень. Неважно какая. Поэтому вот переходим через четверку. Четверка ноль вот этой скобки, она в первой степени. Степень нечетная, значит знак поменяется на противоположный. Также тройку, переходим через тройку. Нечетной степени стоит, знак поменяется. И через двойку проходим. Нечетная степень, знак поменяется. Как раз вот здесь надо быть очень внимательным. При проверке работ бывает так, что ученик дошел правильно до этого места, но почему-то ему кажется, что будет плюс-минус, плюс-минус всегда чередование. Не проверяя, вот видно, что выставлен. А хотя знаки совершенно другие. Где-то будут повторяемые. Могут быть. Вот. Ну и теперь нам надо меньше либо равно. То есть там, где минус. Значит, мы должны взять вот этот промежуток, вот этот промежуток. Это решение вот этого неравиства. И плюс. Теперь вспомним, что у нас есть единица, которую нам надо убрать из решения. И как раз видим, что единица попадает вот сюда. Следовательно, единицу надо убрать. То есть вот здесь просто отметим выколотую единицу. Она в формировании знаков не участвует, но ее надо выкинуть из ответа. Поэтому здесь мы получим следующий ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до единицы, не включая. Потом опять от единицы, не включая, до двух. Круглые скобки. И объединить от трех до четырех скобки квадрата. Вот такой ответ должен получиться. Ну и теперь по критериям. Если пройтись, если вот здесь мы вот эту единицу забыли, вот сократили, забыли. Соответственно, у нас здесь получится промежуток от бесконечности до двух. И от трех до четырех. То за эту работу поставить ноль баллов. Потому что попала в ответ точка, которая не входит в область определения. Это ноль баллов задача. Если мы ошибемся вот здесь в скобках, вместо квадратных круглые, либо здесь, либо обе скобки будут. То есть как бы вот здесь мы неправильно нарисовали точку, не учли, что не строгая. То такая задача будет оценена в один балл. Если вот здесь ошиблись в скобках. Если вот здесь единицу не выкинули, либо здесь вот, допустим, двойку квадратные нарисовали, ошиблись, не тот знак использовали. Тогда вот за эту ошибку, если здесь квадратная, это ноль баллов. Вот так примерно решается эта задача. Далее рассмотрим следующий пример. Рассмотрим следующий пример. Дробь на рационального неравенства. Решить данное неравенство. Неравенство не сложное. Сначала приведем к общему знаменателю. Для этого надо единицу перенести влево. И затем к общему знаменателю. Теперь общий знаменатель. 2х минус 1. Значит сюда 2х минус 1. Сюда единица. Поэтому в числителе получим плюс 1. Так, минус в скобках 2х минус 1. Потому что вот этот минус, он общий. То есть не только к 2х, а ко всему. Меньшим, вероятно, на 0. Открываем скобки, собираем подобные слогознания. Так, здесь у нас 2х квадрат. 2х минус 2х будет в сумме минус 4х. Плюс 1, плюс 1. Это плюс 2. Меньше либо равен 0. Ну и теперь что мы видим? Ну, можем двойку в числителе вынести. То есть если можно что-то упростить, упрощай. Двойку за скобки. Значит, в скобках 2х квадрат минус 2х плюс 1. 2х минус 1. Меньше 2 равно 0. То есть здесь еще мы не разложили до конца на множители. В числителе вот получилась квадратичная функция. Надо ее дальше разложить на множители. Поэтому вот тут могут быть какие варианты. Если вы очень хорошо разбираетесь на многочленах, то можете заметить, что это полный квадрат. И сразу написать, что это такое. Если вы не очень хорошо разбираетесь, тогда вам надо будет написать уравнение, приравнять к нулю, найти корни этого уравнения и в зависимости от корней выписать разложение на множители. Значит, ну если здесь мы дискриминант сосчитаем, дискриминант будет равен 0. Значит, что надо запомнить в этом случае? Если у вас дискриминант 0, то ваше выражение это всегда полный квадрат. То есть что вам говорят обычно? Когда дискриминант 0, уравнение имеет один корень. Это на самом деле не совсем правильное утверждение. Когда дискриминант 0, уравнение имеет два одинаковых корня. То есть и первый, и второй корень, они равны, получается. То есть в данном случае, если мы корни по формуле вычисли, они оба равны. То есть корней на самом деле 2, они просто совпали. Так называемый краткий корень. Поэтому, если с учетом этого писать разложение на множители, то что мы получим в числителе? Двойку не забываем. Первая скобка будет x-1, то есть x- корень. Вторая скобка x-1, то есть x- корень. Вот. 2x-1. Вот так. Ну и теперь видим, что одинаковые скобки, соответственно, их можем написать как x-1 в квадрате разделить на 2x-1 меньше либо равно 0. Все. Вот мы разложили на множители и дальше корректно применяем метод интервалов. Для этого находим нули числителя и знаменателя. Здесь у нас единица. Здесь, если приравнять нулю, одна вторая. И отмечаем интервалы. Так. Значит, единица в числителе стоит. Знак неравенства не строгий. Соответственно, мы рисуем единицу закрашенной. Одна вторая в знаменателе. В любом случае его надо рисовать выколотой. Вот одна вторая. И получаем раз, два, три промежутка. Ну и теперь в одном месте достаточно определить знак. Вот. Ну принцип такой. Может быть так, что вот здесь у вас не очень хорошие корни, то есть какие-то иррациональные. И возникает вопрос, проблема, а вот какое число взять? Ну удобнее всего вот в первом промежутке взять, вот если у вас корень ну не очень хороший, непонятно, что там чуть-чуть больше взять. Ну берем так, что вот берем очень большое число. Ну насколько большое? Ну насколько надо, столько и большое берем. то есть очень большое число взяли положительное. Сюда подставили в квадрате положительное в любом случае, сюда подставили очень большое положительное число. Будет плюс, в итоге знак плюс. Ну а дальше по правилам смотрим. Переходим через единицу. Единица — это ноль вот этой скобки, она в четной степени. Поэтому знак повторяется. Слева плюс, значит, справа плюс, слева тоже плюс. Теперь дальше одну вторую переходим. Она стоит в знаменателе. Здесь по умолчанию первая степень. Соответственно, нечетная знак поменяется. И теперь пишем ответ. То есть нам надо взять часть, где меньше либо равно нуля. То есть это вижу, что вот эта часть. И вот интересный момент здесь возникает. Как бы задачу почти вот решили. Надо просто написать ответ. Значит, типичная ошибка будет следующая, что вот пишет ученик следующая вещь. От минус бесконечности до одной второй не включаем. Все. Вот. Значит, что поставить за такой ответ? За этот ответ поставить по критериям ЕГЭ это один балл. Потому что есть еще один ответ, который просто потерян. Значит, неравенство у нас не строгое. Значит, как надо понимать это неравенство? Что мы решаем неравенство вот либо меньше нуля, вот так строго, да, либо равно. То есть два варианта. Или меньше, или равно. Вот там, где меньше, мы написали. Вот оно. Но есть еще один вариант, когда вот эта дробь равна нулю. Это точка 1. Она входит, закрашенная. Поэтому, если мы точку 1х равно 1 сюда подставим, то будет левая часть 0. 0 меньше, либо равно нуля. Верное неравенство. Соответственно, точка 1 тоже удовлетворяет. Поэтому эту изолированную точку мы должны вот так фигурно в скобках включить в ответ. То есть за такой ответ уже полных 2 балла. Вот без этой единицы, вот за эту часть, только это типичный случай, когда ставится 1 балл по критерию. Вот эти изолированные точки, они где могут быть? Когда их надо выслеживать? Их надо выслеживать в том случае, если у вас есть повторяющиеся знаки. Там плюс-плюс, минус-минус и так далее. Вот в том месте они могут быть. Продолжение следует... Продолжение следует...